Тема сложная, чувствительная для всех граждан, но браться за неё надо. Про возможные изменения пенсионного законодательства вице-премьер Татьяна Голикова говорит подробно и логично. Тема обсуждалась уже очень много лет. К ней долго не подходили, ну, наверное, по понятным причинам. Для этого не было ни экономических, ни социальных предпосылок. Вы можете задать вопрос, а что они сейчас появились. Это очень сложная тема, крайне чувствительная для всех граждан страны. Но в сегодняшних условиях у нас достаточно серьёзная нагрузка на работающих граждан. Если в 70-е годы одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то сегодня звучит цифра 1,2. Это означает, что в расчёт берётся то количество, которое уплачивают страховые взносы. Ровно столько граждан уплачивают взносы для того, чтобы потом за счёт их взносов оплачивались пенсии. Логика простая. Чем больше работающих, тем выше пенсия. Прибавки начнутся уже со следующего года. Пенсия вырастет на 1000 рублей. То есть в 2019-м средняя пенсия по стране будет не 14400, а 15400 рублей. А по расчётам Минтруда к 2024 году пенсия достигнет 20 тысяч. Для этого необходимо в том числе выводить людей из тени, тех, кто страховые взносы не платит. Вычислить так называемых самозанятых поможет закон, который принят в Госдуме во втором чтении. Сразу не узнаем, но будем двигаться в этом направлении, потому что этот закон предполагает некий персонифицированный учёт. Но это крупица в той большой работе, которую надо делать. То, что руководитель Федеральной налоговой службы докладывал президенту относительно создания сервисов и проведения экспериментов в четырёх регионах страны, чтобы воспитать наших самозанятых, уплачивать налоги. Вот, собственно, мы сейчас над этой темой очень плотно работаем. Мы думаем, что эксперимент должен начаться с 1 января 2019 года, поэтому нам нужно написать законопроект к осенней сессии, для того, чтобы начать вовлекать этих людей в систему уплаты налогов. Мы сейчас обсуждаем базу обложения, ставку, и сколько эти люди должны уплачивать в государственные внебюджетные фонды, чтобы система социального страхования обеспечивала их пенсией и медицинской помощью. Изменение пенсионной законодательной базы означает, что должно стать больше работников в возрасте 50 и 60+. Чтобы они не теряли места, на защиту встанет правительство. Мы вырабатываем комплекс мер, направленный на возможное реагирование на то, что в случае, если людей будут увольнять, чтобы они не казались брошенными, мы планируем увеличить финансовое обеспечение активных программ занятости. Более того, премьер-министр дал поручение в июне уже Роструду, вы знаете, чтобы они усилили надзор заработодателями именно в отношении дискриминации этой части населения. А активные программы занятости – это что? Просто такое слишком общее название? Прямо переобучения и переподготовки. Если увольнение все же случилось, поддержка тоже будет в два раза больше, чем сейчас. Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать размер минимальный, максимальный размер пособия по безработице. Мы полагаем, что максимальный размер пособия по безработице должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина. То есть 11 тысяч? Да, на данный момент времени. Да, сейчас думаем о том, какой период должно выплачиваться это пособие по безработице, если наши граждане этого возраста вдруг попадут в такого рода ситуацию. Долголетие теперь государственный приоритет. Россияне и правда стали жить дольше. По данным Росстата, мужчины в среднем до 67 лет, в 2000-м этот показатель был на 8,5 лет меньше, а женщины до 77. Прогнозы к 2024 году 72 года для мужчин, 82 для женщин. Владимир Владимирович, когда обращался с посланием к Федеральному собранию, обозначил это в качестве приоритетов, потому что это чрезвычайно важная тема для нашей страны. Вот так предметно, институционально старшим поколениям, вот как активное долголетие, мне кажется, в нашей стране еще не занимались. Здесь нам, я бы даже сказала, ничего придумывать не надо, потому что все рекомендации Всемирная организация здравоохранения уже дала. Это и диспансеризация и обследование, это и другой уровень медицинской помощи, это и специальные программы по вовлечению этих людей в социум, когда они уже закончили работать. Это, конечно, тема, которая связана со здоровым образом жизни, с отказом от вредных привычек. Наши бабушки и дедушки, они заслужили того, чтобы государство на самом высоком уровне, наконец, приняло в отношении них какую-то программу. Когда увидим первые шаги? Запустимся в 2019 году. Ну, сейчас вот мы стараемся правильно выбрать эти мероприятия для того, чтобы они действительно воздействовали как можно комфортнее вот на эту категорию наших граждан. Цифра 80+, по сути, новый социальный ориентир, достойный для современной страны в 21 веке и вполне логичный в контексте возможных изменений пенсионного законодательства, которые позволят обеспечить достойную жизнь совсем пожилым, а не распределять средства тонким слоем для тех, кто еще может и хочет работать. Антон Подковенко, Вести.